Состоялось паломничество мусульманского и православного духовенства Салаватской епархии. Группа паломников во главе с епископом Салаватским и Кумертаусским Николаем посетила святые места татарии. Путешествие началось с одного из важнейших религиозных, исторических и культурных центров города Казани. В столице республики делегация Салаватской епархии побывала в резиденции митрополита Казанского и татарстанского Феофана. Группа посетила исторический центр Казани «Кремль», соборная мечеть Кулшариф, Благовещенский собор и другие музейные центры. Также путешественники осмотрели несколько крупных монастырей города, где паломники приложились к святыням, в том числе к чудотворному казанскому образу Божьей Матери. Начиналось строиться на молитвенной доме «Мы и дети, нас батюшка». Возглавил паломническую поездку епископ Салаватский и Кумертаусский Николай, который провел ряд встреч на территории республики Татарстан. В частности, была проведена встреча с муфтием республики Татарстан Камилем Самигулиным, где обсуждались вопросы межконфессионального взаимодействия и совместные проекты между муфтиятом республики Татарстан и Салаватской епархией. На следующий день паломнического визита делегация посетила Раивский Богородицкий монастырь, который является крупнейшим действующим мужским монастырем Казанской митрополии. Следующим пунктом стал остров Град, Свияжск, где паломники побывали в монастырском комплексе и храмах острова. А завершил программу визит в город Болгар, где после посещения новой соборной белой мечети и трапезы в свято-авраимийском храме группа паломников вернулась в Салават. Совместные проекты, как данный паломнический проект Салаватской епархии, они являются хорошим примером для укрепления не просто добрых взаимоотношений, но жизни и отстаивания нравственных ценностей наших на религиозной основе совместно. Я думаю, что это доброе начало, и дай Бог, чтобы мы и дальше продолжение имели. Продолжение следует...